Четыре года назад, готовясь к свадьбе, Екатерина Климова захотела сделать что-то особенное для нарядов подруг невесты. Так появилось 35 милых браслетов. Успех от проделанной работы вдохновил девушку на более сложные экземпляры. И цветы из фоамирана, которые она делает, смотрятся в Азии как живые. В этом году уже тонировка практически на каждом цветке. То есть она достигает практически 90% материала я тонирую. Листья, то есть уже изготавливаются на молде, они просто вырезаются и там как-то придается им форма. То есть уже они более похожи на натуральные. Искусством Катя занимается после рабочих будней на ВСМПО, когда выполнены все домашние дела и появилось время на себя. Сборку букетов она начинает с покупки вазы или кашпо. Как только пришло понимание, в каком интерьере он будет стоять, мастерица берется за выкройки лепестков. Изготавливала цветы, люди стали обращаться, стали обращаться с более индивидуальными, например, добавь в брошку камушки. Потом стали появляться заказы, например, изготовь брошку, а можно вот в такой цветовой гамме. Ну и так перешла я. Вернее, не перешла, а добавила к своему увлечению цветами еще увлечение бусинами. Купленные в магазине бусины и бисер украшают гребни, ободки, брошки и сережки. Сейчас в мастерской несчетное количество материалов. С появлением дочки молодая мама стала создавать украшения для малышей. Сложнее всего изготавливать украшения для маленьких деток, вот именно до года, потому что там нужно именно все закрыть так, чтобы нигде ничего не кололо. Прикрепить так, чтобы уж точно ничего не оторвалось. Если это, допустим, брошка, то нужно пришить, приклеить так, чтобы, ну, как минимум 10 стирок точно все пережило. К каждому заказу Катерина подходит индивидуально. Перед началом творчества она обязательно знакомится с будущим владельцем украшения или букета. Бываю там, допустим, в подарок заказывать изделие. То есть я прошу либо охарактеризовать человека, либо, ну, хотя бы что-то. То есть мне нужна какая-то ниточка, чтобы подобрать цветовую гамму, цветы, потому что даже цветы не все будут смотреться одинаково на абсолютно двух разных. За четыре года рукодельница изготовила более трехсот изделий самых разных видов и форм. Но и сегодня остаются экземпляры, к которым Катя относится особенно требовательно. Нет, ну, конечно, есть какие-то цветы, которые мне пока не поддаются, я пробую. Например, пион ни в какую пока не дается. То есть он красивый сам по себе получается, но он не приближен к натуральному. Поэтому он для меня пока такой на втором плане. Рукоделие – не единственное хобби. В последнее время Катя успевает помедитировать, раскрашивая картины. Так она переключается от повседневной рутины и набирается сил перед новым рабочим днем на ВСМПО. Продолжение следует...